Для тебя мы обозреем самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся! Всем привет! С вами Лев и сегодня у нас на обзоре телевизор Витязь с умной платформой от Сбера Салют ТВ. В модельном ряде есть множество диагоналей, но к нам на обзор попал телевизор с экраном 50 дюймов. Давайте уже внимательно его рассмотрим. Первое с чего начнем это внешний вид и дизайн телевизора в целом можно описать как минималистичный. Корпус черного цвета, присутствуют небольшие рамки, внизу логотип Витязь. Слева внизу есть цветовая индикация, прямо за ней блок с клавишами управления и это особенно удобно, если пульта по какой-то причине на данный момент нет под рукой. Чуть в глубине расположены порты, здесь их достаточно много. Самое важное это два USB входа и три HDMI. Два встроенных динамика мощностью 8 Вт дают вполне неплохой и достаточно громкий звук. Телевизор конечно же можно прикрепить к стене, но в комплекте есть ножки, так что его можно просто поставить. Кстати, вес достаточно небольшой, 10,9 кг, для такого размера ощущается очень легким. Частота обновления экрана стандартная, 60 Гц, но самые главные преимущества данного телевизора это разрешение 4К и Smart TV, взаимодействие с которым происходит с помощью пульта управления, на котором точно нет ничего лишнего. Он удобно ложится в руку и не вызывает никаких нареканий. Все, что вам нужно подключиться к интернету и вы сразу же получаете доступ к большому количеству сервисов. Например, вы можете смотреть классические телеканалы без антенны через интернет. Их тут целых 20 штук и они работают абсолютно бесплатно. Доступны и разные онлайн кинотеатры. При просмотре фильмов в сервисе ОКО доступна функция Layer, которая с помощью технологии компьютерного зрения распознает локации, актеров, одежду и даже находит похожие вещи и мерч в интернет-магазинах партнеров. Также можно использовать приложение из каталога. Там действительно неплохой выбор приложений и разных тематик. Это фитнес, кулинария, простые забавные игры и так далее. Ну а кто хочет поиграть в более серьезные игры, доступен сервис облачного гейминга SberPlay, с помощью которого можно играть без компьютера или приставки. В приложении Salyut, кстати, есть виртуальный геймпад, поэтому покупать контроллер не обязательно. В этом же приложении есть и виртуальный пульт. В телевизор встроены три умных ассистента. Это Sber, Athena и Joy. У них разный характер, но умения одинаковы. Ассистенты могут ответить на любой вопрос, с их помощью можно заказать продукты, записаться к врачу или забронировать столик в ресторане. А если у вас есть элементы умного дома, можно настроить и взаимодействие с ними, чтобы управлять умным домом прямо с ТВ. Какая сейчас погода? Сейчас идет небольшой снежок, он закончится завтра утром, температура минус 5 градусов и поднимается ветер. Какой курс доллара? Курс Центробанка на 8 марта 105 рублей 81 копейка за доллар США. Как гавка и собака? Как вы заметили, на детский вопрос ассистенты тоже умеют отвечать. Также можно включить детский режим, который ограничит весь взрослый контент, в том числе и на ютубе. Осталось самое интересное – стоимость. И она действительно радует. Чтобы уточнить ее, просто перейдите по ссылке в описании на сайт eldorado.ru. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Ну а с вами был Лев, до новых обзоров, пока! Для тебя мы обозреем самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся!